Игра непростая была, погодные условия непростые были. Мы владели инициативой, больше контролировали мяч. Не скажу, что было много таких моментов, но не так просто взломать такую шалуневную оборону. Ну и, конечно, еще очень медленное поле, мяч зажевывался, поэтому созидать было значительно сложнее, чем обороняться. Рад, что все-таки в конце дожарли, добились положительного результата и двигаемся дальше. Пожалуйста, ваши вопросы. Какой бы, чем приспал? Обмежленное поле от того, что трава высокая? Она густая, не то что высокая, может быть, не сказал, что высокая, она просто очень густая. И когда поле не полет в такую жаркую погоду, ты бегаешь немножко как по трясине. И если вы видите, игрок ведет мяч и перебегает мяч, то есть бежит быстрее, чем мяч движется. Это такая, почему за границей все поля поливаются, стоят автополивы, команда выходит на разминку поля поливы, потом они ушли по трибунной, его опять чуть-чуть сверху смочили. То есть тут не стоит задача полить поле, а смочить, чтобы быстро двигался мяч, чтобы тогда футбол быстрее, тогда футбол более динамичный. Мы эти нюансы, если ты не играл в футбол, то ты никогда не поймешь этих маленьких нюансов. А это не маленькие, это большие нюансы. Если взять, мы играли на Кипре, там поле быстрое, оно такое более динамичное. А здесь приезжает команда. Я думаю, что Батэ, играя с ФК Минском, это тоже был один из проблем, почему Батэ не смогло победить ФК Минск. Хотя много моментов было, все, но реально оно есть специфика. Еще вопросы? Сергей Витальевич, не были заявлены два серба в ваших сегодня? А почему? Ну, там было недомогание у другого, тоже из комфорта, поэтому их не было в занявке. И сейчас располагаем, у меня в обойме 19, плюс есть дублеры, поэтому участвую в одном турнире, только в чемпионате, и играя раз в неделю, для меня вполне достаточно. То есть у них ничего серьезного, просто приблик по древнему? Да, да, приблик по древнему, чтобы не было не усугубить травму. Спасибо. Спасибо. Спасибо.